Бывших военных и сотрудников силовых структур не коснулось повышения пенсии, хотя выплаты им должны были поднять автоматически после увеличения зарплат военным и правоохранителям. Сегодня поговорить об этом с лидером фракции оппозиционный блок Юрием Бойко собрались представители пенсионерских организаций Житомирской области подробности в материале. Александр Николаевич 30 лет прослужил в воздушно-десантных войсках, был в Афганистане, но в итоге, как и другие его коллеги, не имеет недостойной пенсии, недавнее повышение его не коснулось, ни обещанного служебного жилья. Сейчас я получил в декабре месяце 2900 гривен. Средняя пенсия военных пенсионеров, полковников, майоров, полковников, которые прослужили по 25-30 лет, на сегодняшний день составляет в пределах 2500-3000. Как можно на такую пенсию жить? Люди, которым не пересчитали пенсии, обращаются и в пенсионные фонды, и к властям. Ответов нет. Некоторые идут в суд, но таких единицы. Чтобы добиться пересчета пенсии, у Олега Гурина ушло полтора года. Юрий Бойко объясняет, в 2012 года не пересматривали пенсии бывшим военным, хотя зарплату военнослужащим повысили в декабре 2015-го. Подвищение военнослужащим было проведено не постановой Кабинета министров, а приказом Министра обороны. Выкористывали вот эту бюрократическую зачинку, чтобы не было постановой Кабинета министров и не подвищивать пенсии военнослужащих. Подобная ситуация и с пенсионерами-силовиками. Министерство внутренних справ, прикордонная служба, МЧСники должны будут надавать справку в пенсионный фонд для перерахования пенсии работникам правоохранительного органа, пенсионерам. Они этого не сделали и снова не прошло перерахование пенсии. Кабинет министров пытался исправить ситуацию и принял постановления, которыми обязал пересчитать пенсии военным и правоохранителям. Но, говорит Юрий Бойко, в бюджете на следующий год нет денег, чтобы повысить пенсии почти миллиону человек. Мы требуем, чтобы с 1 января были пересчитаны пенсии, были дополнительные средства выделены в бюджет, для того, чтобы эти люди, верные пенсионеры и правоохранители, получили дополнительно пересчитанную пенсию. Мы будем за это бороться, мы будем добиваться пересчета пенсии. В зале присутствовали и чернобыльцы. В 2014-2015 годах были ликвидированы почти все льготы для людей, пострадавших от аварий НЧС. А в бюджете 2018 на их лечение заложено только 4,5 миллиона. Сегодня на встрече выбрали инициативную группу представителей пенсионерских и чернобыльских организаций Житомирской области. И в среду они примут участие в брифинге в Верховной Раде. Павлина Василенко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.